В региональном следственном комитете проводится проверка по факту аварийной посадки двухместного самолета вблизи деревни Шепелиха Киморского района. Самолет приземлился в акваторию реки Ходча. По данному факту у нас незамедлительно была создана следственная оперативная группа, в которую был включен следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. В результате аварийной посадки пострадавших нет. В кабине, по нашим данным, находился один человек. Необходимо отметить, что авиационные происшествия всегда представляют определенную сложность в установлении обстоятельств того, как это воздушное судно передвигалось, какие обстоятельства взлета и какие неисправности. Для этого обязательно привлекаются специалисты. Непосредственно на месте происшествия было зафиксировано то, что, так скажем, происшествие произошло со столкновением отчасти с линиями электропередач, возможно, были какие-то технические неполадки, может быть, эти были погрешности в управлении воздушным судном. Это уже непосредственно в ходе детального, так скажем, разбирательства всех обстоятельств будет установлено. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ОМВД совместно с наркополицейскими и оперативниками уголовного розыска отдела полиции Бежицкий задержаны два брата 31 года и 33 лет, подозреваемые в попытке сбыта наркотика. По данным полицейских, братья приготовили к распространению наркотическое средство N-метилофедрон в крупном размере. Один из фигурантов был задержан в Бежицке. В квартире фигуранта оперативники обнаружили и изъяли контейнер с запрещенным веществом массы, превышающей 70 граммов. Второго подозреваемого наркополицейские задержали в Вышневолодском районе области. В автомобиле Рено Логан мужчина перевозил 59 свертков, в которых, и это подтвердила экспертиза, находился N-метилофедрон. Кроме того, у злоумышленника изъят упаковочный материал для фасовки наркотиков. Мужчины задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.